Собор и соборность к столетию начала новой эпохи. Этой теме посвящена международная научная конференция, которая проходит в Православном Святотихоновском гуманитарном университете в Москве. Основными темами конференции стали история и деяния Всероссийского поместного собора 1917-18 годов. Историки, богословы, религиоведы, философы из России, Франции, Италии и Ватикана принимают участие в крупнейшем международном научном форуме под эгидой Православного Святотихоновского гуманитарного университета. Открытие и пленарное заседание конференции состоялось в Соборной палате Московского епархиального дома, главного здания ПСТГУ. И не случайно. Сто лет назад именно в этом здании проходила большая часть заседаний поместного собора 1917-1918 годов. В этом зале формировалось духовное воинство новых мучеников, которое было озарено Патриархом Тихоновым, которое вышло на встречу адскому гонению. Вот это, мне кажется, тоже величайший плод Собора, величайшее его достижение, когда Собор действительно стал органом Духа Святого. По мнению ректора ВУЗа, главным достижением Собора 1917-го года было, конечно же, восстановление патриаршества и избрание патриарха Тихона. Но исключительность и уникальность этого явления еще и в том, что среди соборян сейчас почти 50 человек, причисленных к лику святых. Их имена и деяния стали известны благодаря открывшемуся доступу многих документов и материалов Собора, долгие годы хранившихся в закрытых архивах. Собор 1917-го года по-разному оценивался и до сих пор по-разному оценивается историками. С одной стороны, конечно, все понимают, что это Собор совершенно уникальный. Такого Собора в Русской Церкви больше не было и неизвестно будет ли. Уже хотя бы потому, что он готовился в течение 11 лет. Доктор церковной истории, проректор по международной работе по СЦГУ протеерей Георгий Ореханов свое выступление посвятил статистике Поместного Собора как источника анализа русского религиозного кризиса. На тот момент... Россия была в 6 раз население Франции с колониями, причем в 2 раза население Германии, в 1,7 раз население США. Население России составляло приблизительно треть населения Европы. Эти и другие статистические данные дают представление о крайне сложном положении Русской Церкви в эпоху религиозного кризиса. Общее количество священников и приходских храмов явно не успевало за темпами роста православного населения империи. Прихожане в географическом отношении отдалялись от своих храмов. Миллионы людей, в том числе и детей, не имели возможности получить как общее начальное образование, так и начальное представление о Боге, Библии, таинствах и молитвах. Мы будем стараться с самых разных сторон посмотреть на собор, на то, что на нем происходило, то, что к нему привело, то, какие последствия он оказал на жизнь церковную не только в России, но, так сказать, в том числе и в Европе. Конференция многодневная. Запланировано около 40 докладов. В четверг – последний день работы научного форума и подведения его итогов.